Без Грудинина и без клубники. Кому достанутся земли совхоза имени Ленина? На днях Ирина Грудинина, бывшая супруга экс-кандидата в президент, отсудила у него две трети его акций совхоза. Суд подмосковного Видного удовлетворил ее иск в рамках бракоразводного процесса. Но в итоге, как утверждает сторона Грудинина, акции могут оказаться под контролем бизнесмена Вадимира Полихаты. Как развод может привести к потере бизнеса, продолжит Наталья Шашина. Когда Ирина Грудинина отсудила у мужа две трети имущества, в том числе акции совхоза имени Ленина, это вызвало много вопросов. Главное, как она будет распоряжаться предприятием, учитывая, что до этого занималась только салоном красоты, расположенным в совхозе. Но теперь контуры прорисовываются более четко. Как утверждает сторона Грудинина, его бывшая супруга выдала генеральную доверенность бизнесмену Владимиру Полихате, известному участием в скандальных сделках по поглощению. И с этой доверенностью совхозам можно сделать что угодно, говорит Павел Грудинин. Они отобрали акции не только моих детей, но еще и третьих лиц, которые вообще ко мне никакого отношения не имеют. И теперь получается, что у меня было 44% акций, теперь у моей жены 42% каким-то образом. А вот эта генеральная доверенность, она позволит полихать сделки совхоза совершать? В этой доверенности написано, что он имеет право распоряжаться акциями совхоза, голосовать от их именин. То есть это полная генеральная доверенность. И земли продать, например, да? Все что угодно может сделать. Теперь получается, что поскольку он может прежде всего поменять генерального директора, потом поставить своего генерального директора, потому что он имеет право голосовать на собраниях этими акциями. С другой стороны, они добились ареста не только акций, всех акций, они еще и в пятницу, мы только в пятницу вечером это получили, этот же судья, некто Смирнов, запретил акционерам совхоза голосовать на общих собраниях по вопросу годового отчета. То есть он фактически блокировал работу всего совхоза. А другой судья того же суда взял и арестовал все земельные участки совхоза. Впрочем, адвокат Ирины Грудининой Дмитрий Мальбин на вопрос Бизнес.ФМ о выдаче доверенности на имя Полихаты сказал, что не знает, о чем идет речь, и предположил, что это сплетни. Сам Грудинин уверяет, что копия доверенности лежит в деле. Бизнесмен Владимир Полихата на вопрос Бизнес.ФМ сказал следующее. Комментировать я сейчас не буду, но мне в стране оборот акций пока никто не запретил. Поэтому я думаю, что Ирина в состоянии делать то, что она хочет и вправит. Если она получила на это право, значит, она может распоряжаться акций. Так к чему все идет? Грудинин уверен, что дело в интересах девелоперов к землям совхоза, которые находятся сразу за МКАД по Каширскому шоссе. По соседству, например, жилой комплекс, который строит группа самолет. До сих пор сам совхоз отчасти выполнял функции девелопера. Проезжая мимо с Каширки, можно увидеть симпатичные новостройки и знаменитый детсад, похожий на сказочный замок. Работники совхоза не хотят делиться эмоциями по поводу предстоящего передела. Говорит начальник цеха по производству сыра, технолог Николай Шепелев. Работники что думают? Комментарии такие не смогут дать. Я хотел, что работает, и я думаю, что все будет хорошо. Странно то, что чаще всего при разводе суд делит имущество поровну. Или супруги договариваются о денежной компенсации, чтобы при деле Жень не убить компанию. Почему же здесь экс-Женя Грудинина отдано две трети? Ее защита объясняет. Суд принял во внимание, что она инвалид второй группы. Однако адвокат, эксперт по бракоразводным процессам Екатерина Духина, этим крайне удивлена. При каких обстоятельствах суд может отклониться от разенства долей супругов при разделе имущества в браке или после его прекращения? Только в случае, если он учитывает в этой доле несовершеннолетних детей. Когда мы говорим про инвалидность, то она никаких особенных прерогатив супругу, который ее умеет, в отношении которого она установлена, при разделе совместного имущества не дает. Единственное, на что может рассчитывать супруг инвалид, это на взыскание алиментов, в которые закон и действующий сегодня сложившийся судебный порядок привязывает к минимальному размеру оплаты труда. То есть в данном случае, если бы такое произошло, то взыскать можно было бы примерно 20 тысяч рублей. А пока со стороны все выглядит так. У супруга можно отсудить две трети бизнеса и отдать его кому угодно. История неприятностей, возникших у Грудинина после похода в большую политику, выглядит как опасный прецедент. Продолжение следует...